Любовь и нежность в аду. Глубокое знание национального материала, любовь к своему народу, исполненное достоинство и уважение отношений к людям других национальностей, деликатное прикосновение к фольклору. Казалось бы, продолжения этому не будет. Исчезнувший материк. Но произошло редкое и радостное событие. Пришел новый прозаик, молодая татарская женщина Гузель Яхина. И легко встала в ряд этих мастеров. Роман «Зулиха открывает глаза» — великолепный дебют. Он обладает главным качеством настоящей литературы, попадает прямо в сердце. Рассказ о судьбе главной героини, татарской крестьянки времен раскулачивания, дышит такой подлинностью, достоверностью и обаянием, которые не так уж часто встречаются в последние десятилетия в огромном потоке современной прозы. Несколько кинематографичный стиль повествования усиливает драматизм действия и яркость образов, а публицистичность не только не разрушает повествование, но, напротив, оказывается достоинством романа. Автор возвращает читателя к словесности точного наблюдения, тонкой психологии и, что самое существенное, к той любви, без которой даже самые талантливые писатели превращаются в холодных регистраторов болезни времени. Словосочетание «женская литература» несет в себе пренебрежительный оттенок, в большой степени по милости мужской критики. Между тем, женщины лишь в XX веке освоили профессии, которые до этого времени считались мужскими – врачи, учителя, ученые, писатели. Плохих романов за время существования жанра мужчинами написано в сотни раз больше, чем женщинами, и с этим фактом трудно поспорить. Роман Гузель Яхиной, вне всякого сомнения, женский. О женской силе и женской слабости, о священном материнстве не на фоне английской детской, а на фоне трудового лагеря, адского заповедника, придуманного одним из величайших злодеев человечества. И для меня остается загадкой, как удалось молодому автору создать такое мощное произведение, прославляющее любовь и нежность, в аду. Я от души поздравляю автора с прекрасной премьерой, а читателей – с великолепной прозой. Это блестящий старт. Людмила Улицкая Часть первая. Мокрая курица. Один день. Зулиха открывает глаза. Темно, как в погребе. Сонно вздыхают за тонкой занавеской гуси. Месячный жеребенок шлепает губами ща материнское вымя. За окошком у изголовья глухой стон январской метели. Но и щелей не дует. Спасибо, Муртазе. Законопатил окна до холодов. Муртаза – хороший хозяин. И хороший муж. Он раскатисто и сочно всхрапывает на мужской половине. Спи крепче. Перед рассветом – самый глубокий сон. Пора. Аллах всемогущий, да, исполнит задуманное. Пусть никто не проснется. Зулиха бесшумно спускает на пол одну босую ногу. Вторую. Опирается о печи и встает. За ночь-то остыло, тепло ушло. Холодный пол обжигает ступни. Обуться нельзя. Бесшумно пройти волочных кота не получится. Какая-нибудь половица да и скрипнет. Ничего. Зулиха потерпит. Держась рукой за шершавый бок печи, пробирается к выходу с женской половины. Здесь узко и тесно, но она помнит каждый угол, каждый уступ. Пол жизни скользит туда-сюда, как маятник, целыми днями. От котла – на мужскую половину с полными и горячими пиалами. С мужской половины – обратно с пустыми и холодными. Сколько лет она замужем? Пятнадцать из своих тридцати. Это даже больше половины жизни, наверное. Нужно будет спросить у муртазы, когда он будет в настроении. Пусть подсчитает. Не запнуться о палас, не удариться босой ногой окованный сундук с правой стены, перешагнуть скрипучую доску у изгиба печи, беззвучно прошмыгнуть заситцевую чаршау, отделяющую женскую часть избы от мужской. Вот уже и дверь недалеко. Храп муртазы ближе. Спи. Спи ради Аллаха. Жена не должна таиться от мужа. Но что поделаешь, приходится. Теперь главное – не разбудить животных. Обычно они спят в зимнем хлеву, но в сильной холода муртаза велит брать молодняк и птицу домой. Гуси не шевелятся. А жеребенок стукнул копытцем. Стряхнул головой. Проснулся. Чертяк. Хороший будет конь. Чуткий. Она протягивает руку сквозь занавеску. Прикасается к бархатной морде. Успокойся. Свои. Тот благодарно пыхает ноздрями в ладонь. Признал. Зулиха вытирает мокрые пальцы об исподнюю рубаху и мягко толкает дверь плечом. Тугая, обитая на зиму войлоком, она тяжело поддается. Сквозь щель влетает колкое морозное облако. Делает шаг. Переступая высокий порог. Не хватало еще наступить на него именно сейчас и потревожить злых духов. Тьфу-тьфу. И оказывается в синях. Притворяет дверь. Опирается о нее спиной. Слава Аллаху. Часть пути пройдена. В синях холодно, как на улице. Кожу щиплет, рубаха не греет. Струи ледяного воздуха бьют сквозь щели. Пола в пасы и ступни. Но это не страшно. Страшное. За дверью напротив. Убырлый корчик. Упыриха. Зулиха ее так про себя называет. Слава Всевышнему, свекровь живет с ними не в одной избе. Дом муртазы просторный. В две избы. Соединенные общими сенями. В день, когда сорокапятилетний муртаза привел в дом пятнадцатилетнюю зулиху, Упыриха с мученической скорбью на лице сама перетаскала свои многочисленные сундуки, тюки и посуду в гостевую избу. И заняла ее всю. Не тронь! Грозно крикнула она сыну, когда тот попытался помочь с переездом. И не разговаривала с ним два месяца. К тот же год начала быстро и безнадежно слепнуть. А еще через некоторое время глохнуть. Спустя пару лет была слепа и глуха, как камень. Зато теперь разговаривала много. Не остановить. Никто не знал, сколько ей было на самом деле лет. Она утверждала, что сто. Муртаза недавно сел подсчитывать, долго сидел и объявил. Мать права. Ей действительно около ста. Он был поздним ребенком. А сейчас уже сам почти старик. Упыриха обычно просыпается раньше всех и вносит в Сене свое бережно хранимое сокровище. Изящный ночной горшок, молочно-белого фарфора, с нежно-синими васильками на боку и причудливой крышкой. Муртаза привез как-то в подарок из Казани. Зулихе полагается вскочить на зов свекрови, опражнить и осторожно вымыть драгоценный сосуд, первым делом перед тем, как топить печь, ставить тесто и выводить корову в стадо. Горе ей, если проспит эту утреннюю побудку. За пятнадцать лет Зулиха проспала дважды и запретила себе вспоминать, что было потом. За дверью пока тихо. Ну же, Зулиха, мокрая курица, поторопись. Мокрой курицей Жебегян-Тавык ее впервые назвала Упыриха. Зулиха не заметила, как через некоторое время и сама стала называть себя так. Она крадется вглубь сеней к лестнице на чердак, нащупывает гладко отесанное перило. Ступени крутые, подмершие доски чуть слышно постановают. Сверху веет стылым деревом, мерзлой пылью, сухими травами и едва различимым ароматом соленой гусятины. Зулиха поднимается, шум метели ближе, ветер бьется о крышу и воет в углах. По чердаку решает ползти на четвереньках. Если идти, доски будут скрипеть прямо над головой у спящего муртазы. А ползком она прошмыгнет, весы в ней всего ничего. Муртаза одной рукой поднимает, как барана. Она подтягивает ночную рубаху к груди, чтобы не испачкалась в пыли, перекручивает, берет конец в зубы и на ощупь пробирается между ящиками, коробками, деревянными инструментами, аккуратно переползая через поперечные балки, утыкаясь лбом в стену. Наконец-то. Приподнимается, выглядывает в маленькое чердачное окошко. В темно-серой предутренней мгле едва проглядывают занесенные снегом дома родного юлбаша. Муртаза как-то считал, больше ста дворов получилось. Большая деревня, что говорить. Деревенская дорога плавно изгибаясь, рекой утекает за горизонт. Кое-где в домах уже зажглись окна. Скорее, Зулейха. Она встает и тянется вверх. В ладони ложится что-то тяжелое, гладкое, крупно-пупырчатое. Соленый гусь. Желудок тотчас вздрагивает, требовательно рычит. Нет, гуся брать нельзя. Отпускает тушку и ищет дальше. Вот. Слева от чердачного окошка висят большие, тяжелые, затвердевшие на морозе полотнища, от которых идет еле слышный фруктовый дух. Яблочная пастила. Тщательно проваренная в печи, аккуратно раскатанная на широких досках, заботливо высушенная на крыше, впитавшая жаркое августовское солнце и прохладные сентябрьские ветры. Можно откусывать по чуть-чуть и долго рассасывать, катая шершавый кислый кусочек по небу. А можно набить рот и жевать. Жевать упругую массу, сплевывая в ладонь изредка попадающиеся зерна. Рот мгновенно заливает слюна. Зулейха срывает пару листов с веревки, скручивает их плотно и засовывает подмышку. Проводит рукой по оставшимся. Много. Еще очень много осталось. Муртаза не должен догадаться. А теперь обратно. Она встает на колени и ползет к лестнице. Свиток пастилы мешает двигаться быстро. Вот ведь действительно мокрая курица. Не догадалась какую-нибудь торбу взять с собой. По лестнице спускается медленно. Ног не чувствует, закоченели. Приходится ставить онемевшие ступни боком, на ребро. Когда достигает последней ступеньки, дверь со стороны упурихи с шумом распахивается, и светлый, едва различимый силуэт возникает в черном проеме. Стукает об пол тяжелая клюка. Есть кто? Спрашивает упуриха темноту низким мужским голосом. Зулиха замирает. Сердце ухает, живот сжимается ледяным комом. Не успела. Пастила подмышкой оттаивает, мягчеет. Упуриха делает шаг вперед. За пятнадцать лет целепоты она выучила дом наизусть. Передвигается в нем уверенно, свободно. Зулиха взлетает на пару ступенек вверх, крепче прижимая к себе локтем размягшую пастилу. Старуха ведет подбородком в одну сторону, в другую. Не слышит ведь ничего, не видит. А чувствует старая ведьма. Одно слово — упыриха. Клюка стучит громко. Ближе, ближе. Эх, разбудит муртазу. Зулиха перескакивает еще на несколько ступенек выше, жмется к перилам, облизывает пересохшие губы. Белый силуэт останавливается у подножия лестницы. Слышно, как старуха принюхивается, шумом втягивая ноздрями воздух. Зулиха подносит ладони к лицу. Так и есть. Пахнут гусятины и яблоками. Вдруг упыриха делает ловкий выпад вперед и наотмож бьет длинной клюкой по ступеням лестницы, словно разрубая их мечом пополам. Конец палки свистит где-то совсем близко и со звоном вонзается в доску в полупальцы от босой ступни Зулихи. Тело слабеет, тестом растекается по ступеням. Если старая ведьма ударит еще раз, упыриха бормочет что-то невнятное, подтягивает к себе клюку, глухо звякает в темноте ночной горшок. Зулиха! Зычно кричит упыриха на сыновью половину избы. Так обычно начинается утро в доме. Зулиха сглатывает высохшим горлом комок плотной слюны. Неужели обошлось? Аккуратно переставляя ступни, сползает по лестнице, выжидает пару мгновений. — Зулиха! А вот теперь пора. Третий раз повторять свекровь не любит. Зулиха подскакивает к упырихе, лечу-лечу, мама, и берет из ее рук тяжелый, покрытый, теплый, липко испаренный горшок, как делает это каждый день. — Явилась мокрая курица, ворчит та! Только спать и гораздо лентяйк! Муртаза наверняка проснулся от шума, может выйти в сене. Зулиха сжимает подмышкой пастилу, не потерять бы на улице. Нащупывает ногами на получи это валенки и выскакивает на улицу. Метель бьет в грудь, берет в плотный кулак, пытаясь сорвать с места. Рубаха поднимается колоклом. Крыльцо за ночь превратилось в сугроб. Зулиха спускается вниз, еле угадывая ногами ступеньки. Проваливаясь почти по колено, бредет к отхожему месту. Порится с дверью, открывая ее против ветра. Швыряет содержимое горшка в леденелую дыру. Когда возвращается в дом, упырихи уже нет. Ушла к себе. На пороге встречает сонная муртаза. В руке керосиновая лампа. Кустистые брови сдвинуты к переносице. Морщины на мятых соснащиках глубоки, словно вырезаны ножом. Сдурела женщина в метель ноги шел. Я только горшок мамин вынесла и обратно. Опять хочешь ползимы, больная проваляться, и весь дом на меня взвалить. Что ты, муртаза, я и не замерзла совсем. Смотри! Залиха протягивает вперед ярко-красные ладони, плотно прижимая локти к поясу. Под мышкой топорщица пастила. Не видно ли ее под рубахой? Ткань промокла, на снегу липнет к телу. Но муртаза сердится, на нее даже не смотрит. Сплевывает в сторону, растопыренной ладонью оглаживает бритый череп, расчесывает взлохмаченную бороду. Есть давай! Расчистишь двор, собирайся, за дровами поедем. Сулиха низко кивает и шмыгает за чаршал. Получилось! У нее получилось! Ай да, Зулиха! Ай да, мокрая курица! Вот она, добыча. Две смятые, перекрученные, слипшиеся, тряпицы, вкуснейшие пастилы. Удастся ли отнести сегодня? И где это богатство спрятать? Дома оставить нельзя. В их отсутствии упырь их копается в вещах. Придется носить с собой. Опасно, конечно. Но сегодня Аллах кажется на ее стороне. Должно повезти. Зулиха туго заворачивает по стилу длинную тряпицу и обматывает вокруг пояса. Сверху опускает и споднюю рубаху, надевает кульмек, шаровары, переплетает кос и накидывает платок. Плотный сумрак за окошком в изголовье ее ложи становится жиже, разбавляется чахлым светом пасмурного зимнего утра. Зулиха откидывает занавески. Все лучше, чем в темноте работать. Керосинка, стоящий на углу печи, бросает немного косого света и на женскую половину. Но экономный муртаза подкрутил фитилек так низко, что огонек почти не виден. Не страшно. Она могла бы все делать и с завязанными глазами. Начинается новый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова